Hallo und herzlich willkommen! Здравствуйте, друзья! В Германии ожидаются очередные нововведения, которые коснутся всех нас. Что нас всех ожидает и к чему надо быть готовым. Все новости гарантированы коротко, компактно и по делу. Звучит интересно? Тогда поехали! Итак, а теперь все по порядку. Чтобы сделать видео более структурированным, мы разделили его на 4 категории. Первая – это финансы и зарплаты. Вторая – права потребителей. Третья – семья. И четвертая – пенсии и уход. Новые параметры налога на доходы будут адаптированы к предполагаемой инфляции и сдвинуты вправо, что приведет к коррекции всех налоговых тарифов. Таким образом, например, максимальная ставка налога будет применяться только к доходам свыше 66 779 евро, в то время как в 2023 году это было приблизительно 63 000 евро. С этого уровня налог будет в размере 42% начисляться за каждый дополнительный европрибыль, в то время как супруги будут иметь удвоенные границы для общего дохода при расчете налога. Единственное исключение составляет так называемый налог для богатых. Ставка налога в 45% остается неизменной для доходов свыше 247 000 евро. В том же объеме, что и базовая безналоговая сумма, увеличивается также предельной суммой, до которых налогоплательщики имеют право учитывать расходы на содержание близких родственников в качестве особых расходов при уплате налогов. В 2024 году максимальная сумма составляет 11 604 евро. Для некоторых отраслей и профессий 2024 год также принесет повышение зарплат. Уже утверждены некоторые адаптации, также для кровельщиков, электромонтажа, маляров, лакировщиков и так далее. В мае 2024 года также предусмотрено долгожданное увеличение зарплаты для работников в сфере здравоохранения по уходу. Кроме того, зарплаты сотрудников государственной службы будут скорректированы. Они получат компенсационное пособие в размере 3000 евро, которое не облагается налогами и взносами. Это пособие будет выплачиваться частями 1800 евро в декабре 2023 года, а затем в 10 частях с января по октябрь 2024 года по 120 евро каждый месяц. А с начала ноября 2024 года зарплаты этих сотрудников увеличатся на ежемесячную сумму в размере 200 евро. Если вы заинтересованы в бесплатном IT-образовании в Германии на русском языке без наличия предыдущих знаний в этой сфере, причем бесплатно через образовательный ваучер, советуем вам пройти нашу пошаговую аннотацией по ссылке в описании под этим видео или на нашем веб-сайте germanication.com. Используйте ваш шанс. Теперь переходим ко второму блоку – права потребителя и связанные с этим изменения, о которых до сих пор мало рассказывали в СМИ. Как, например, новый вид иска в защиту прав потребителя в виде иска о восстановлении прав Абхилфеклага. Хотя этот закон уже вступил в силу 13 октября 2023 года, воздействие которого потребители начнут ощущать только в 2024 году, поскольку такие новые виды исков сначала должны быть запущены. Таким образом, с помощью этого иска организации, такие как потребительские центры, смогут защищать интересы потребителей в суде. В конце процесса потребители также могут иметь прямые требования, например, на возврат денег из-за повышения цен, из-за недействительных условий или компенсацию за отмену рейсов поездов. По моему мнению, это положительное изменение для прав потребителей в 2024 году. Также положительным изменением, хотя и только к концу 2024 года, является стандартизация зарядных кабелей. Скоро закончится путаница с различными зарядными кабелями для смартфонов, наушников, планшетов, ноутбуков и так далее. С 28 декабря 2024 года все бренды должны предоставлять свои устройства в ЕС с единым разъемом USB-C для зарядки. Таким образом, наконец-то будет меньше проводов дома. Еще одним изменением к концу 2024 года является изменение возрастного порога для профилактической процедуры проверки рака молочной железы. Верхний возраст для бесплатного скрининга рака груди для застрахованных по обязательному медицинскому страхованию повышается с 69 до 75 лет, начиная с 1 июля 2024 года. Переходим к третьему блоку – семья. Теперь телефонное оформление больничного листа на период до 5 дней также возможно для детей без посещения врача. По крайней мере, если врач знаком с ребенком и у него нет серьезных симптомов. Это также относится к взрослым. Именно зимой, когда все кашляют и сопливят, это несомненно станет долгожданным постоянным облегчением. Если ребенок болен, то часто один из родителей также не может работать, и тогда в зависимости от контракта может потребоваться выплата детских больничных. В связи с этим в 2024 году изменяются максимальные рабочие дни, за которые можно подать заявление на получение почти 90% нетто заработной платы. Специальные правила предыдущих лет истекают, и теперь каждый родитель имеет право использовать до 15 рабочих дней в год. Для одиноких родителей это, соответственно, до 30 рабочих дней в год на каждого ребенка. Для многих одиноких родителей особенно важна также тема алиментов и так называемой дюссельдорфской таблицы. Хотя она юридически не является обязательной, она всегда учитывается при расчете алиментов и часто просто служит основой. С 2024 года для детей до 6 лет сумма составит 480 евро в месяц, вместо прежних 437 евро. Для детей до 12 лет 551 евро в месяц, а для детей до совершеннолетия 645 евро. В то же самое время увеличится и размер собственных потребностей для должников по алиментам. С 2024 года эта сумма составит 1200 евро для тех, кто не трудоустроен, и 1450 евро для трудоустроенных должников по алиментам. Также в 2024 году увеличится размер льгот по образовательному пакету. Родители, получающие детские дополнительные пособия или субсидию на жилье, а также дети, подростки и молодые взрослые, получающие Бюргергетт, смогут получить больше поддержки на личные образовательные нужды в рамках образовательного пакета 2024 года. Таким образом, будет выделено 130 евро в первом и 65 евро во втором полугодии. Если кто-то получает пособие по уходу за ребенком, Эльтангель, граница для получения пособий по уходу за ребенком снизится с 300 тысяч евро до 200 тысяч евро в год суммарного годового брутто дохода пары. Еще одно изменение предусмотрено в отношении периода отпуска по уходу за ребенком для второго родителя. Как и раньше, период отпуска по уходу за ребенком может быть продлен с 12 месяцев до 14, если родители делят между собой обязанности по уходу за ребенком. Однако теперь, и вот в чем важный момент, по крайней мере один из двух месяцев отпуска по уходу за ребенком должен быть взят одним из родителей индивидуально. Общий отпуск для родителей, проводимый вместе, возможен только на один месяц. Переходим к четвертой категории. Пенсия, пенсионный возраст и уход. Возрастной порог для обычной пенсии без урезок, как известно, будет постепенно повышаться до 67 лет к 2031 году. Что означает, что с 2024 года лица, родившиеся в 1958 году, смогут уйти на пенсию в 66 лет. С 2024 года возрастной порог начнет подниматься для 1959 года рождения с шагом в 2 месяца. На 2024 год планируется небольшое увеличение для миллионов пенсионеров. Благодаря повышению пенсий в 2024 году и новому дополнительному пособию по инвалидности. Уже известно о новой надбавке для 3 миллионов пенсионеров в области пенсий по инвалидности Erwerbsminderungsrent. Эта доплата предназначена для текущих получателей пенсии по инвалидности, которые получали ее до 2019 года. А также для пенсионеров, чей умерший супруг получал пенсию по инвалидности, начавшуюся до 2019 года. В зависимости от начала получения пенсии по инвалидности предусмотрено увеличение пенсии на 7,5%, если пенсия по инвалидности началась между январем 2001 года и июнем 2014 года. Или на 4,5% при начале пенсии между июлем 2014 года и декабрем 2018 года. Таким образом, для некоторых это станет долгожданной прибавкой. Несколько слов об уходе флеге. Пособие по уходу в домашних условиях увеличится на 5%. В зависимости от уровня ухода это будет ежемесячно от 16 до 45 евро. В то же время, также в амбулаторном уходе пособие по услугам увеличится на 5%. Надеемся, что это видео было полезно для вас. Поделитесь этим видео, поставьте лайк и подпишитесь на этот канал как небольшой подарок за нашу работу для вас. Желаем вам всего наилучшего!